Субтитры делал DimaTorzok Я дневно выпускаю видео о криптовалюте. Прежде всего, хочу поздравить вас с тем, что биткоин пробил 10 тысяч долларов. Такого курса мы не видели год. А в сегодняшнем видео я хочу сосредоточиться на этом графике. Возможно, вы видели его раньше, но вы никогда не видели его под таким ракурсом, который я собираюсь вам показать. Но прежде всего, давайте вспомним, что на своем канале я часто говорил и говорю, что биткоин это хороший актив для инвестиций. Вы уже знаете, что биткоин это инклюзивная децентрализованная сеть. При этом монеты нельзя напечатать, нельзя остановить или закрыть. И то, что со временем сеть и ценность актива растут и становятся сильнее, только убеждает меня в том, что мы не ошиблись с выбором актива для наших инвестиций. По крайней мере, с моей точки зрения. В любом случае, есть множество причин, по которым биткоин является хорошей инвестицией. Однако сегодня я хочу сосредоточиться на его природе, на функциях и особенностях первой криптовалюты. А также на том, что мы называем соотношением запаса к потоку. Итак, как мы можем использовать этот показатель для спекулирования ценой биткоина в будущем? Что ж, биткоин является дефляционным, так как поток создаваемых новых монет со временем уменьшается. Вы знаете, что когда-то за один найденный блок майнеры получали 50 монет. Затем 25, потом 12,5, после очередного халвинга будет 6,25 и так далее. В конечном итоге биткоинов будет майниться все меньше и меньше. И это хорошо. Это будет продолжаться более 100 лет, прежде чем мы добудем 21 миллион биткоинов. И именно столько биткоинов и будет создано. Глядя на этот график, мы понимаем, насколько дефицитным является биткоин, так как мы видим, когда, как и сколько биткоинов будет создано. Благодаря этому мы можем более точно спекулировать на будущей цене. Этот же тип моделей вы можете использовать и для золота, и для серебра, основываясь на их соотношении запасов к потоку. С помощью этой модели можно понять, насколько тот или иной актив справедлив в плане цены. Кстати говоря, у золота пока что это соотношение наибольшее. Итак, вот мы и подошли к тому, что вам нужно увидеть, ради чего этот видеоролик и был задуман. Прямо сейчас я собираюсь разобрать этот график по кирпичикам и все вам объяснить. И лично для меня самое интересное то, что цена биткоина за все 10 лет его существования постоянно находилась очень близко к графику соотношения запасов к потоку. Например, в мае 2015-го показатель соотношения запасов к потоку составлял чуть более 400 долларов. При этом сама цена за одну монету биткоина составляла 250. Но как вы можете заметить, в конечном итоге курс все равно догнал этот показатель. Или, к примеру, в самый разгар декабря 2017 года показатель этого индикатора равнялся 3800 долларов. И цена биткоина составляла на тот момент 13000 долларов. В итоге, как мы все помним, цена биткоина откатилась приблизительно к таким же уровням 3200-3800. Сегодня цена биткоина составляет около 11000 долларов. Какое же удовольствие я получаю, когда называю такой курс. А еще большее, когда смотрю свой портфель. Тем не менее, индекс составляет всего 6040 долларов на данный момент. Видите, какая разница. Но прежде чем мы перейдем к более глубокому анализу, давайте все-таки более конкретно поймем, что такое соотношение запаса к потоку. Я думаю, это то, что нам всем действительно нужно понять, чтобы по-настоящему осознать, сколько может стоить биткоин в будущем. В этом нам поможет этот длинный текст. Я его весь читать не буду, выделю только важные моменты. Биткоин – это самый дефицитный цифровой объект, который когда-либо видел мир. И к тому же первый. Он существует в ограниченном количестве, как серебро и золото. Конечно же, этот цифровой дефицит имеет свою ценность. Но какую? В этой статье я количественно оцениваю дефицит с помощью соотношения запасов к потоку и использую это для моделирования ценности биткоина. Давайте пролистаем чуть ниже. Дефицит может быть количественно оценен через соотношение запасов к потоку, сокращенно SF. SF равен запасу, деленному на поток. Запас – это размер существующих запасов или резервов. Поток – это годовой объем производства. То есть, сколько вообще монет добывают. По сути, вы можете применить это к любому товару или активу, не только к криптовалюте. Золото имеет самое высокое значение SF – это 62. Другими словами, для получения текущего запаса золота потребуется 62 года. Серебро занимает вторую позицию с FF 22. Именно такие высокие значения SF наделяют эти металлы свойствами денежных продуктов. SF других товарных активов едва превышает единицу. Это для сравнения. Сейчас у биткоина существует запас около 17,5 миллионов монет. На самом деле, чуть-чуть больше. И объем эмиссии – 0,7 миллиона монет в год. Это значит, что SF для биткоина равняется 25, что даже чуть выше серебра. Учитывая это, биткоин уже находится в категории денежных товаров, как золото и серебро. Но после следующего биткоин-халвинга показатели явно изменятся. И первая криптовалюта, может быть, станет даже более дефицитной, чем золото. И опять же, давайте не будем забывать, что курс биткоина никогда не остается точно таким же, как график запаса к потоку. Да, иногда курс будет расти, иногда будет падать. Например, когда показатель составлял около 130 долларов, фактически курс был на уровне 1200. Но поскольку поток новых монет биткоина с каждым годом становится все более скудным, то в конце концов покупка в то время даже за 1200 долларов на хаях, прошу заметить, не может быть осуждена. Потому что, как вы можете видеть, даже если кто-то заплатил 1200 долларов за биткоин тогда, то это все еще низкая цена по сравнению с сегодняшней. И этот инвестор за это время получил свои 9 иксов. Как мы видим, к концу 2019 года показатель соотношения запасов к потоку у главной криптовалюты будет составлять чуть более 7000 долларов. Но вот после халвинга в 2020 этот показатель будет равняться 60 тысячам долларов. А после еще одного халвинга в 2024 показатель должен превысить полмиллиона долларов. Это очень интересно, особенно с учетом того, как сейчас быстро развиваются технологии. На данный момент мы видим все больше интереса со стороны не только розничных инвесторов, таких как вы и я, но и институциональных учреждений. Мы знаем, что биткоин становится все более удобным в использовании. Тот же Lightning Network уже на подходе, поэтому криптоиндустрия станет более доступной в 2024 году. Правда, в 2024 году купить биткоин будет довольно сложно, потому что поток настолько уменьшится, что согласно показателю отношения запаса к потоку, одна монета в 2024 году должна стоить более полумиллиона долларов. Лично я думаю, что биткоин будет продолжать расти в цене, потому что люди, особенно богатые люди, захотят хранить свои деньги в чем-то, что может сохранить их ценность, в чем-то, что может приумножить их ценности, в чем-то безопасном и так далее. И это все биткоин. В наше время вы можете хранить свое богатство во многих различных активах, в акциях, облигациях, товарах, недвижимости. Часто богатые люди пытаются купить недвижимость, товары или акции, потому что они хотят, чтобы их деньги не обесценивались. Ведь они знают, что если они хранят свои деньги на сберегательном счету в банке, то их деньги теряют покупательную способность с течением времени. А в настоящее время не так много людей вкладывает свои деньги в биткоин, и я думаю, что это изменится. Потому что все больше людей понимает, что биткоин стал лучшим активом, самым доходным за последние 10 лет. На данный момент биткоин превзошел акции, бумаги, облигации, S&P и все остальное по доходности. Даже компания Уоррена Баффета, которая, как известно, умеет распоряжаться деньгами и инвестировать их, не смогла затмить показатели доходности биткоина. Поэтому я думаю, все больше и больше людей будут выбирать биткоин, поскольку они понимают, что биткоин является одним из лучших способов сохранить большую часть своего богатства. И теперь подумайте, что будет, когда они просто принесут 1%, 2% или 5% от своих богатств в биткоин. Вы только подумайте о том, что сетевой эффект усиливается, хэш-мощность растет, поток производимых биткоинов из года в год продолжает снижаться. И все это приводит к увеличению дефицита этого актива. И эта модель дефицитности показывает, что через год, в июле 2020, биткоин будет стоить 60 тысяч долларов. В конечном итоге, майнеры будут добывать нереально малое количество новых биткоинов. И в конце концов, все биткоины будут добыты. И единственный способ уже не добывать, а зарабатывать биткоины в будущем, будет работа. Да-да, прямо как сегодня. Сейчас ты работаешь за деньги, а в будущем ты будешь работать за биткоины. Вот так люди будут зарабатывать биткоины в будущем. И вот так я вижу будущее главной криптовалюты. Это все на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, телеграм, все ссылки будут в описании. Комментируйте. Делитесь видео с друзьями обязательно. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!